Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Меня зовут Николай Георгиевич Фурса, я водитель спинтранса города Ленинград. С нами Николай Павлович Французов, рабочий, водитель, основатель профсоюза. Мы сейчас пенсионер. Хотелось бы поговорить о таком важном вопросе, что подтолкнуло создать у Николая Павловича профсоюз на своем предприятии и какая работа велась в профсоюзе. Но хотелось бы начать еще с такого вопроса, как стоимость рабочей силы. Рабочая партия и для профсоюза, насколько я помню, Николая Павловича вела расчет стоимости рабочей силы. Да, она вела расчет стоимости рабочей силы. Но, в общем-то, хотелось бы немножечко издалека начать. Раньше, когда был переходный период от социализма к капитализму, я работал в 120-м автопредприятии здесь, в Сестрорецке. В тот момент, когда начался переходный период, на общем собрании директор предложил приватизировать наше предприятие. Он обещал нам золотые горы, что мы будем работать на себя, что зарплата у нас резко повысится, мы будем как сыр в масле кататься. В общем, да, обещал нам много хорошего. Ну, мы, конечно, все – о, ура, да, за, естественно. Но это недолго продолжалось. Через некоторое время мы поняли, что под словами «мы заживем хорошо» – это имелись в виду не водителя, а сам директор и его приближение. Так, а рабочим, вот, сама оплата труда, как она велась-то? Ну, сначала она велась неплохо, но дело в том, что это предприятие было очень быстро развалено и распродано по частям. И мы все разошлись с него кто куда, стряхивая лапшу с ушей. В общем, мы остались без работы. И вот я устроился на Сестрорецкий хлебозавод водителям. Мне повезло, да, я с большим трудом туда устроился. Вот, зарплата была там шикарная, завод был уже приватизирован. Ну, вы представляете, сразу нам платили хорошая зарплата, премия. Кроме этого, у нас была езоквартуальная премия, за полугодие премия, тринадцатая зарплата и еще четырнадцатая. Я о такой раньше и никогда не слышал даже о такой зарплате. Можно сказать, приближалась ваша зарплата к стоимости рабочей силы. Мы понятия не имели, честно говоря. Но у нас зарплата была достойная. Мы все были счастливы, кто там работал. А стоимость рабочей силы – это уже потом, через много лет, мы поняли, что это такое. А в тот момент мы не думали о стоимости рабочей силы. Ну, когда хватает на жизнь, да еще не нужно. Да, да, да. Об этом мы и не задумывались даже. Мы жили хорошо. Откладывали деньги. Но постепенно у директора, у него еще была такая, знаете, социалистическая, советская такая жилка. Но его сильнее и сильнее затягивал капитализм. И он начал сам сильнее затягивать гайки для рабочих. Постепенно он у нас забрал квартальные премии за полугодие. Четырнадцатую зарплату. Ну, тринадцатая у нас еще какое-то время продолжалась. И случалось. Да, у нас зарплата стала падать. И мы были в недоумении. Почему это так? Но он всегда говорил, оправдывал тем, что у нас трудные времена, у нас заказы уменьшились. Ну, он придумывал, за счет чего это сделать. И мы принимали это все как задолженно. Вот интересная идеология. Я потом задумался в то время. Вот если советская идеология, она ленинская, она звучала так, для всех рабочих и для всех граждан. Она звучала так. Обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. В капиталистическом же государстве я обратил внимание, что у нас не было идеологии. И потом я понял, что если бы она появилась, то она была бы аморальной. Потому что звучать бы она должна была примерно так. Это прибыль по максимуму, любым путем. Расходы по минимуму. А если же этому мешает совесть, то ее нужно убрать. Поэтому мы решили как-то защищать свои права, бороться за зарплату. Есть такой закон. Если не защищать свои права, то их потихонечку забирают. И что нам оставалось делать? Мы поняли, что бороться за свои права – это обязанность каждого гражданина перед самим собой. И лучше это делать не по одному, а коллективно. Именно по этой причине мы и создали профсоюз. Наверное, единственное, что коллективно, не лучше. Это единственный способ, да. Это единственный способ был защищать самого себя. Нас. Другого способа у нас не было. И вот цель у нас была в профсоюзе. Много было целей. Одна из целей впоследствии – это приближение заработной платы к стоимости рабочей силы. Это был, потом, это очень тяжелый, сложный труд. Ну, это, можно сказать, это отдельный разговор, в общем-то, на эту тему. Вот. Ну, тут интересный момент, что пока платили деньги в достаточной мере, зарплата приближалась к стоимости рабочей силы, в принципе, никто даже и не задумывался о такой формулировке. Да, раньше об этом и не задумывались. Такая формулировка потом пришла, с годами. Но удивительно и другой момент, что даже при снижении зарплаты почему-то находится у рабочих объяснение, что ну так тоже должно быть, ну что поделать, давайте затянем пояса и поживем. Да, к сожалению, мы входили в положение работодателя. Так можно доходить до самого жуткого положения. Да, да. А вот, пока мы не поняли, что дальше уже терпеть это беззаконие нельзя, нужно защищать себя. И как завелась ваша работа? Ну, вот за 12 лет работы в профсоюзе было проведено много работы. У нас была хорошая культурно-массовая работа, там мы организовали праздники, новогодние вечера, Дедов Морозов ходили к детям. У нас ежемесячно были какие-то походы в театр, в цирк, на экскурсии мы ездили. Ну, в общем, это культурно-массовая работа. Она велась, но это не основная работа. Основная работа в профсоюзе – это защищать социальные права. Интересы, наверное. Ну да, интересы работников профсоюза. Здесь эта работа велась тоже немаленькая. Самая первая победа, которую профсоюз сделал, она произошла так. На общем собрании, на хлебозаводе директор выступил с тем, что он обвинил неизвестно кого, потому что они начали в краже алюминиевых формочек. И поэтому он сказал, так как никто не признался, никого не нашли, мы весь коллектив лишаем премии. И вот тогда я на этом общем собрании выступил и сказал, что профсоюз категорически против этого, потому что вы их не вызывали ни милицию, не заводилось никакое дело, вы никаких не сделали для этого, ничего не сделали для этого, а хотите не законно лишить премии трудящихся, которые в этом не виноваты. И знаете, это подействовало, он не стал лишать рабочих премии. Это вот была первая победа, ну, в общем-то, лёгкая, можно сказать, победа. Она даже немножечко расслабила, потому что были впоследствии за мои победы большие трудности. Допустим, когда нам работодатель вменил ввозить деньги, делать инкассацию, мы ввозили в торговые точки хлебобулочные изделия, обратно забирали у них деньги. Мы привозили их на завод, сдавали в кассу. Ну, с этими деньгами так получалось, что мы это делали бесплатно, нам вменили в обязанности. И бывали случаи, люди теряли деньги, бывали неправильно давали, неправильно сосчитывали, нас высчитывали за это. Мы стали возмущаться и стали требовать, чтобы нам за эту работу оплачивали. Эту работу оплачивали. Директор сказали, что у вас что, совести нет, он начал на нас морально давить, это же вы привозите деньги, это работа всех членов коллектива, а вы хотите их оставить без зарплаты, понимаете? Ну, мы говорим, хорошо, ладно, мы будем возить, но расписываться за эти деньги не будем. Мы что возьмём, то и сдадим. Ну, директор понял, что в этой ситуации хорошего что-то будет мало с этой инкассацией. И он всё-таки нам, мы договорились, что он нам стал оплачивать эту инкассацию. Ну, небольшие деньги, ну, хоть какие-то. И тут была вторая наша победа. Но после этого директор сказал мне, что «Николай Павлович, я считаю вас своим врагом, и я сделаю всё, чтобы вас уволить». И такие, в общем-то, угрозы в мой адрес, они слышались недократно. Но мы всё равно добивались для коллектива улучшений. Мы добились, чтобы нам оплачивали обкатку новых водителей. Как-то наш начальник транспортного отдела изменил должностную инструкцию. Профсоюз был категорически против этого, потому что она ухудшала наше положение. Но к нам не прислушались. Мы вынуждены написать были в государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда приехала, сюда проверила, оштрафовала директора, и инструкцию эту убрали. Добили, чтобы нам платили 10% за работу грузчиков. Интересная ситуация также, когда со всего коллектива, с рабочих, которые работали посменно, по 12 часов, в целях экономии сняли по одному часу работы, как бы за обеденный перерыв. Но всё дело в том, что производство-то это безустановочное, и обеденный перерыв установить было очень сложно. Мы, конечно, стали против того, чтобы сняли 1 час на обеденный перерыв. Даже произошла одна интересная ситуация, когда дежурные слесаря ушли на обед в положенный. Мы добились, чтобы было в графике написано, в какое время происходит обед, чтобы чётко это было указано. И в этот период, когда слесаря ушли на обед, произошла авария. Здесь началась паника, слесарей нет, у аварии остановился конвейер. Слесарей наказали за то, что они ушли на обед и не смогли отремонтировать. Опять-таки, нам пришлось из-за этого писать в Государственную инспекцию труда. Опять-таки, всё-таки, директор был за это наказан, и изменили вот это положение, и убрали этот час на обед. Сделали время для приёма пищи. Это человек находится постоянно на работе, он здесь, но в свободное время он принимает пищу. Вот есть какой-то вариант, вот есть какой-то там минутка, что-нибудь. Быстро перекусить, и опять становится к конвейеру. Также интересная ситуация у нас произошла с работниками торговли. Это у нас на хлебозаводе есть магазин. Был тогда в то время магазин, где именно продавались хлебобулочные изделия. У них периодически проходили переучёты, и эти переучёты, они не входили, это время не входило в рабочее время. Работники торговли к нам обратились, написали нам вправку письмо по этому поводу, чтобы мы разобрались. Мы вышли на директор с этим письмом. Директору ничего не оставалось сделать, как оплачивать работникам торговли время, которое они тратят на переучёт, хотя раньше не оплачивалось. Но директор эти вещи просто так не оставил. Он решил мстить нам за это. На одном из собраний, не то, что нам, не правком, а лично мне, потому что я был там как-то инициатором всегда этих вещей. На собрании водителей директор заявил, из-за того, что французов помог работникам торговли, с вас теперь, с водителей, за это снимут оплату ремонтных часов. Представляете? Это очень пудлый поступок был. Причём здесь торговля и водителя. Я вот сразу вспомнил Ленина. Он как-то про это говорил. То, что рабочие делятся на три категории. Это рабы, это революционеры и хлуи. Так вот, именно вот это выражение Ленина я очень явно почувствовал на этом собрании. Были купленные люди, которые кричали на весь зал. Вот, мы теперь из-за французов потеряли зарплату. Мы не будут платить ремонт. Как мы будем своих детей? В общем, вот эти люди, хотя у них новые машины, ну, они и на ремонте до них никогда не стали. Ну, они вот это разогревали, вот эту неприязнь к профсоюзу и ко мне лично. Вот. Были люди, которые смело сказали, революционеры, которые смело сказали, что а при чём здесь торговля и водители? Причём, какая здесь связь? Но в основном рабочие помалкивали. Вот мне не понравилось, что большая часть людей, рабочих, она помалкивала. Вот. Но впоследствии вот этот приём работодатель проводил неоднократно. И я обратил внимание на то, что у рабочих самый главный враг – это страх. Страх и ещё незнание трудового коллектива. И у меня же ведь тоже было поначалу. Я вот когда шёл к директору, было такое состояние, какое-то арболепие. Ну, как это я пойду к директору, что-то просить добиваться. Как-то страшновато было. Потом я иду и думаю, чего я боюсь? Ну, что он со мной сделает? Ну, что он отнимет у меня квартиру? Ну, что он меня расстреляет, что ли? Ну, что он меня уволит с работы? Ну, уволит, если у меня руки есть, голова есть, я всегда найду работу. Чего я боюсь? И я шёл смело к работодателю, и я добивался, и я боролся с ним. И все эти годы у меня прошли, понимаете, я боролся, кипел. Я чувствовал себя человеком. И вы знаете, вот эти 12 лет, когда я был председателем правкома, они для меня были самые счастливые года в жизни. Года борьбы? Да, именно, когда я боролся, кипел. Чувствовал себя человеком. Интересно. Да. Счастье считаешь, что ты человек. Чувствовал себя. Да и бытем. По себе знаю. Когда трясёшься, страшно. И когда ты переселишь себя, и скажешь, встанешь и скажешь, но как так было такое. Да, это очень важно, чувствовать себя человеком, а не рабом. Спасибо, Николай Павлович, было интересно. Особенно про хитрые ходы руководства. Многие считают, принимают это как правда, естественно. Что смех иногда берёт, когда понимаешь, за какой ерунды тебе вменяют и хотят лишить тебя премии, да и зарплаты, да и вообще под увольнение подводят. Ужасно. Надо разбираться, надо бороться. Обязательно. Без борьбы ничего не получится. Так сидеть, просто ждать. Само ничего не придёт. Да и только ухудрится. Да, и только ухудрится. Да, всё правильно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.